Главного тренера футбольного клуба «Динамо Москва» Марсела Лички, по традиции, Ваш комментарий по матчу под футбол. Сейчас я очень рад, что мы победили, только не победили, но забили три гола. Потому что последние четыре игры, наша реализация не хорошая и сегодня, последние 20 минут, где у нас были три-четыре хорошие ситуации до забития гола, мы как в последних играх не успели. Я думаю, что это было так и дисциплинованная игра для нас, попробовали защищать быстрые контры и фланговую игру команды «Спартака». Получало неплохо, даже когда в первом тайме были две-три хорошие выходы, мы думали, что у нас были под контролем, но за две секунды было все наоборот. Это мы показали в тайме на видео, чтобы игроки видели эти ситуации и их защищение. Это всегда было после стандарта, один раз в голове и один раз стандарта с флангу, когда выиграли этот мяч. И там было. Я думал, что мой друг может сделать работу и не сам. Выиграли три-четыре, но после двух поражений «Спартака», это было очень приятно. И я уже сказал, что сегодня не надо отдохнуть, но завтра утром думаем о факт, потому что нам нужна любая игра. Это уже история, эта игра. Нам нужно забирать очка в чемпионате, так, чтобы мы были близко к четверке или четверке впереди. Как оцените чеканку мяча со стороны Гамалева в центре поля в конце матча, который чуть не обернулся выходом на ваши ворота? Имеет ли, на ваш взгляд, игрок вообще так играть даже при счете 2-0? Он имеет право так играть, только он не имеет права этот мяч потерять. Это просто. После потери мяча требование команды, есть какие правила, есть дисциплина и надо делать свое дело. Наоборот, когда у команды мяч, там я хочу как бы и креативит, так, чтобы игроки делали что-то другое, то, что соперник не ожидает. То, что Муми там два-три жонгли сделал окей, но не может потом, потому что Мартинс пошел борьбу корпус-корпус, и он упал и думал, что судиму-то засвистит. Это мне болит. Стой на ногах, если ты хочешь делать жонглерку, но стой на ногах, дай там корпус и продолжай, но делай, что хочешь. Но не можешь думать, что кто-то чуть-чуть тебе... Это мужская игра, да? И не падать, как... И девочки играют по жоршему футболисту иногда, да? Поэтому... Это нет проблем. Проблем в момент, когда он попадает вниз и думает, что судиму засвистит фалу. Это это проблема для меня. Следующий вопрос. Добрый вечер, с победой. Спасибо. Мне интересует вопрос, Марцева Личко-мотиватор. Вы знали, что у вас, извините, я сейчас скажу, задам вопрос. Вы знали, что третье поражение вам от Спартака болельщики не бросят подряд. Поэтому в любом случае я понимаю, что игроки сами это понимают, но как вы, как тренер иностранный, все-таки решили их мотивировать перед этим матчем? Человек старается мотивировать всегда, да? Приезжает в Спартак, сейчас будет факел. Перед каждой игрой, да? Пробуешь мотивировать игроки, разговаривать. Я, например, да, когда ты посмотришь то, что мы победили в Зенит, это супер, хорошо, но мы потом не победим, например, в игре дома с Нижним Новгородом, да? Мы не победим в Казани, да? Я, если мы хотим играть там впереди, чемпионские игры идут через эти команды, которые там от 7 места и вниз. Уметь с этими командами добиваться 6 очек, да? Выграешь 1-0, сложно играть, но умеешь победить. И то, что делает, например, сегодня и Краснодар, да? Делает свою работу правильно. Играет, забивает 1 гол, хорошо как бы дисциплинование на счет и потом еще как бы у них тоже хорошие и быстрые игроки забивают на 2-0. И, не, с другой стороны, Derби, Спартак, уже достаточно было преиграть там со счетом 5-1, да? 4-1 первая игра, 1-0 как бы там 2 недели назад. Понятно, что человек настраивает так, чтобы играли агрессивно, на скорости и когда будет шанс забивать. И ты не думаешь, что со Спартаком будешь мать 5 ситуаций и что ты потом забиваешь 1 гол и выиграешь 1-0. Нет, потому что со Спартаком та скорость впереди. И когда я ожидал сегодня, что будет играть Соболев, как нападает, потому что у него 4 карточки, если хорошо помню. И не будет играть в воскресенье или в соботе. Это было немного сюрприз, что вообще не приехал, но другие игроки, которые выходят на поле, и потом замены, Промес, ДА, Тео, они очень быстрее и всегда могут сделать разницу и забивать 1-1 гол. Поэтому со Спартаком играть на 1-0 это очень тяжело. Поэтому очень рад, что нам получило спать конец первого тайма забить эти 2 голы. И когда ФАМА, когда Максименко рефлекс, как бы а-ла хакейный вратарда, там рефлексивно забрал мяч, тогда забил меня, когда забил меня. На счастье получило с старым ударом забить. И когда... Мотиватор, ну... Человек пробует разговаривать, иногда шутить, иногда по жоршей, как бы да. Стараюсь, но работаю. Стараюсь, но работаю. Ментально то, что были сильные, потому что... Ахмат играли, например, хорошо играли. Соберник 2-2 врата и 1 гол. И то, что мне понравилось, что продолжали играть. Продолжали играть. Получилось у нас забить гол. Потом, к сожалению, наша... Но наша работа на последние 20-25 метров нет хорошая. Там мы не умеем как бы решать еще, либо не умеем. Я думаю, я верю, что умеем, но решаем плохо в этой ситуации. И еще маленький вопрос. Федор Смолов сегодня отыграл весь матч. Означает ли то, что с факела он не выйдет с первых минут? Или у него физическое состояние такое, что он в состоянии играть вот так вот два матча за неделю? Нет, нет, нет. Сегодня Федор Смолов выиграл как нападающий. И вторая игра, которая вышла на его позицию, как бы я заменил с Федором, это был Грулев. Тука сегодня хорошо работал утром. Сделал свою работу. Я его забрал в Камейку. Как бы это случилось, так можно на 10-15 минут я его включил в игру, как бы было надо. Но это был мой план, что Федор будет играть. И потом, как бы что, Грул пойдет как девятка, как бы что случилось со Смолом. Кто будет играть в воскресенье, посмотрю. Но я рад, что Лисово и Смолов сейчас Гладишеф сыграли там большинство игры. Смол 90 и Лес плюс Глади 75 минут. И как в Краснодаре эти два показали хорошую, не плохую уровень и хорошую игру. То, что мне очень нравится здесь сейчас в российском футболе. Потому что есть шанс играть в европейском футболе. И мы играли в группе Спартак, Краснодар и Нижний Новгород. Это значит, что сейчас Спартак идет на третьем. Я не знаю, что Краснодар первый, а Спартак тоже там наверху. И это дерби, это значит, что такие хорошие игры. И эти молодые игроки, которые играли сегодня в Бесс, за Сеглади, за Звонкин, который входил, могут почувствовать эту атмосферу на стадионе. И для них тяжело играть. Потому что встречаются там с Промесом, с Мартинсом, с Джикием. Это значит, что это хороший опыт. Спасибо. Марцов, я считаю, что надо отмечать не только ошибки судей, но и хорошую работу. Согласны ли вы с тем, что сегодня Владимир Москалев отработал очень хорошо? Я уже сказал, когда мы играли на Спартаке, проиграли 1-0. За меня судей свистил очень хорошо в этой игре. Сегодня повторно могу сказать, у меня до судей вообще никаких претензий нет. Но я думаю, что для них это тоже была хорошая игра, так как надо. Я не вижу, какие большие проблемы со судейством. В наших играх, если буду говорить о наших играх, там все как бы хорошо, думаю. Коллеги, есть ли еще вопросы? Валерий Курасов, вы поздравляли Оренбург после победы над Зенитом? Или может вас спрашивали, как обыграть? Не, 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 не. Каждый у нас свою мысль. Каждый надо думать по-своему. Да, я поздравлял там Давида, понятно. И Диму Андрееву, что поздравлял, супер. Потому что нам год на заднем получился. Было 2-1 дома. И на 93-3-4 минуте они нам забили гол на 2-2. И это как бы первая победа Оренбурга против Большой музей. Поэтому да, я поздравлял и очень рад за них. Так что супер. Коллеги, есть ли у меня больше вопросов? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Хороший вечер. До свидания. Спасибо. Новый фрибет удваивает первый депозит до 20 тысяч. Получи его моментально. Винлайн утвоит твой депозит. Без вариантов.